КОРОЛЕВСТВА И ОРДАНИИ Начальной точкой путешествия стал один из бедуинских лагерей. Здесь мы оставили отдыхать своего водителя и пересели в джип. В лагере останавливаются на ночлег туристы, желающие слиться с природой. А Королевское общество охраны природы тщательно продумывает в Семенче, чтобы это слияние не нанесло вреда первозданной красоте пустыни. Передвигаться по пустыне чрезвычайно сложно. Это зависит не от песков и специфики местности, а от потрясающей красоты видов, которые просто не дают сдвинуться с места. Каждый шаг дарит новый, неповторимый ландшафт. После первого визита в Адирам мы уже были готовы к новой встрече с прекрасным и сразу же договорились с гидом, что он будет останавливать водителей по первому требованию и не станет нас торопить. В результате оторвать нас от съемок можно было только страстными убеждениями нашего гида, что за следующей горой вид будет еще красивее. И надо заметить, Халид нас ни разу не обманул, и каждый новый вид, открывающийся со следующей точки, превосходил предыдущий. Эмоциональный подъем рос, а пустыня продолжала сводить с ума. Одним из забавных приключений стала встреча с американскими военнослужащими, которые тоже приехали в пустыню на экскурсию. Жаль, наш оператор упустил момент, когда эти бравые солдаты самозабвенно намазывались солнцезащитным кремом. Эти простые курортные манипуляции так контрастировались с военной формой, что произвели на нас неизгладимое впечатление. Сильнее, чем древняя наскальная живопись. Трудные минуты нашей командировки, чтобы вызвать улыбку нашей команды, я напоминала им этот эпизод. Продолжение следует... Несмотря на все усилия правительства сохранить природную красоту в пустыне Вадирам, время вносит свои коррективы. Формы гор меняются сами, обрушивая огромные пласты скал и заменяя их гигантскими вертикальными зеркалами. Экскурсия была продумана так, что короткие минуты отдыха приходились на весьма живописные исторические места. Около дома Лоренса Равиского нас ждал очень крепкий, очень вкусный и очень сладкий бедуинский чай. Для нас осталась загадкой, как маленькая чашка сладкого напитка способна так утолять жажду и восстанавливать силы. Огромные территории, которые мы пересекали на джипе, раскрывали перед нами волшебные картинки, которые с движением Солнца становились похожими на фантастические декорации межпланетных путешествий. Разглядывая скалы, мы находили удивительные рельефы, созданные только ветром и солнцем. Природная архитектура в Адирам имеет свои оригинальные достопримечательности, виноват которые просто грех. Наш гид Халек, показав дорогу к одной из них, первым достиг вершины. За ним поднялся и наш Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Каты-точки в пустыне приводят иконные экскурсии и привычные на джипах. Субтитров А.Семкин И все же, несмотря на все возможности фото-видеокамер, передать достоверно все волшебство пустыни Вадирам нереально, как кажется нереальным и все окружающее пространство, обладающие магнетизмом розовой пески и чудеса горных пейзажей. Провожая очередной закат в пустыне, мы поняли, что на этот раз мы влюбились в пустыню еще сильнее, став настоящими пленниками ее неземной красоты.